Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов я покажу набор китайского маникюрного инструмента и как с ним справится мой муж-самоучка. Сегодня протестим инструмент от фирмы BornPretty. Я заказала несколько вариантов. На вид, конечно, в инструмент я влюбилась. Нереально крутой дизайн, красивый цвет и на вид шикарная заточка. Накожницы в руке сидят очень удобно. Как раз идеальный размер под мою ладошку. На первый взгляд работать им будет очень удобно. Если хорошо присмотреться, режущее полотно прилегает плотно друг к другу, кончики ровные, кожу рвать не должны. Заказывая маникюрный режущий инструмент на китайских сайтах, часто можно попасть в просак. Красивый и острый инструмент на картинке окажется отвратительной подделкой. И для того, чтобы наверняка проверить, качественный и хорошо ли заточен этот инструмент, я заставлю поработать им абсолютному новичку. Своего мужа. Так как мастер с опытом справится даже с не очень хорошей заточкой и не сильно качественным инструментом. Скрывая все недостатки товара своим профессионализмом. Итак, приступим к работе. Муж держит подобный маникюрный инструмент в первый раз. Поэтому качество работы и результат процесса будет хромать. Но в то же время вы заметите, насколько легко идет процесс работы, если инструмент качественный. Главное в маникюре, естественно, кроме стерильности, это хорошая заточка. Здесь случай тяжелый и кутикула сильно налипшая. Поэтому работать мужу было тройне сложнее. Под моим чутким руководством и происходил весь этот процесс. Естественно, царапание ногтей меня ранило в самую душу. Но после некоторых маленьких рекомендаций и толчков, процесс пошел быстрее и успешней. Пушером не дави сильно на ноготь, ты его царапаешь. Не могу понять, что это ты от меня хочешь. Спустя пару минут пыхтений над ногтями, все-таки с отодвиганием кутикулы мы справились. И здесь видно, что результат неплохой. Карманы раскрыты, кутикула отодвинутая и приподнята. Теперь обратной стороной пушера от фирмы Борн Претти нужно вычистить все лишнее. Раскрывай синусы. Вот это? Синус и косинус? С этой задачей муж, на удивление, справился быстро и красиво. Не знаю, благодаря этому моим рекомендациям или хорошей заточке инструмента, но результат налицо. Теперь необходимо срезать кожу. Здесь, естественно, и ручки тряслись. И был поток возмущений, что я этого делать не хочу и не буду. Но все же приступили и к этому процессу. Аккуратненько, шаг за шагом, дрожащими вспотевшими ручками, продвигался срез кутикулы. Не могу сказать, на как долго хватит хорошей заточки и как этот инструмент перенесет сухожар. Ведь с подобным покрытием я не сталкивалась. Но по ощущению инструмент острый и режет очень хорошо. В конце процесса муж приноровился и уже начал виртуозно отщипывать все, что ему не нравилось. И, в принципе, получалось это неплохо. Естественно, кутикула не срезана идеально, так как привыкли мастера-профессионалы. Но для первого раза, работая лишь по словесным рекомендациям, работа очень даже хорошая. С уверенностью могу сказать, что он хорошо подойдет для начинающих мастеров. А как этим инструментом работать человеку уже с опытом, без скромности мне, я расскажу немножко позже. Также на сайте BornPretty можно заказать триммер для кутикулы. Такой инструмент идеально подойдет для совсем ленивых. Ведь он срезает кутикулу очень быстро. И для этого процесса не нужно прикладывать абсолютно никаких усилий. И я сейчас наглядно покажу, как этим инструментом мой муж избавится от супер жесткой пластмассовой кутикулы на ногах. Судя по его восхищенным возгласам, этот инструмент ему понравился. Инструмент, как тебе? Ну, что-то новое, новое ощущение. Я выкинул свой надпиль с напильником теперь. Это уже в прошлом. Кутикулу срезал за пару секунд одним движением. Вот от такой толстой пластмасски он избавился. В принципе, срез ровный. И для удаления кутикулы себе подойдет идеально. Теперь пушером и накожницами попробую работать я. Человек, у которого уже есть опыт. Сторона лопатка меня приятно удивила. Она тоненькая и быстро и без проблем отодвигает кутикулу. Добравшись и поработав стороной топорик, мне также все понравилось. Инструмент очень удобно лежит в руке. Режущее полотно острое. И хорошо вычищает все, что мне не нужно. Этот инструмент, в принципе, мало чем отличается от известных, популярных, дорогих фирм. Что касается накожниц. Инструмент в руке сидит удобно. И идеально подходит для моего размера ладошки. Что касается режущего полотна. Действительно, оно острое, тонкое. Но, как по мне, режущее полотно, срезая кожу, не настолько плавно скользит, как это делает любимый инструмент фирмы Stalix. И иногда создается впечатление, что кончик немножко тормозит и цепляется за кожу. Для начинающих мастеров этот инструмент действительно подойдет отлично. Для профессионалов и людей с огромным опытом работы, естественно, лучше заказывать накожницы у известных, проверенных фирм. Что касается Пушера, то он подошел мне идеально. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ссылку скину в описании под видео. Также оставлю промокод на скидку. Дальше больше. Пока-пока.